Работать с поверхностью. В конце урока получится вот такая вот штука, такая с мелкими, хаотичными волнами поверхность. Вот так выглядит дефинишн. Начнём с нуля его делать. Поверхность. Самый простой способ создать поверхность, это лофт по линиям. Линии вот уже есть. Их нужно задать. Ну и просто включаем. Получается, лофт это уже делали. Она сначала получается такой вот некрасивой. Потому что здесь по умолчанию стоит low quality, плохое качество от выражения. Она хотя и вся такая гранёная, но если её сделать bake, она будет нормальная. Здесь, если сделать render it, она будет гладкая. Ну, можно здесь в настройках поставить вот эту вот, высокое качество, и она будет сразу такой гладкой отображаться. Тип данных поверхности. Так. Вот здесь пишется. Необрезанная поверхность. Antrimed Surface. Это тип данных, с которым можно сделать такую вот штуку. Можно на этой поверхности найти любую точку, которая точно на ней будет лежать. Эта поверхность, она идеально гладкая и не состоит из полигонов, как меж геометрия. И при рендере она будет идеально гладкая, и приближая мы нигде не увидим никаких граней. И самое главное то, что можно найти любую точку, которая будет точно лежать на этой поверхности, найти казательную плоскость и нормаль. Вылечить на входе у нас значок поверхности. Это такой тип данных, в которую можно накоить точку на поверхности. И здесь на другом входе точка, то есть две координаты. Есть такой двухмерный слайдер, MD-слайдер, в котором можно задавать точку. Вот у него на выходе получается точка с тремя координатами, но третью всегда 0, потому что слайдер двухмерный. Вот если ее сюда подключить, у нас вот здесь на поверхности появляется точка, даже не точка, а плоскость. Размер плоскости можно изменить здесь, пока она будет побольше. Вот у нас, когда изменяем здесь координаты у этого двухмерного слайдера, эта точка двигается по поверхности. Получается, вот эта наша кривая поверхности, это как искаженная система координат. Сейчас у нас слайдер только от 0 до 1, поэтому точка двигается вон только там, в маленьком диапазоне от 0 до 1. Если здесь сделать на входе, где поверхность правой кнопкой Reparameter Rise, то она будет считать, что вся поверхность у нас от 0 до 1. То есть точка с координатами 1 до 1, она будет в одном углу, а 0 до 0 в другом углу. Если 0,5 до 0,5 сделать, будет примерно посередине этой поверхности точку. Вот так по одной оси двигаем, она вот так двигается, по другой оси вот так. В общем, понятно. Наша поверхность, она кривая, но она как бы прямоугольная система координат, на нее натянута, такая искаженная. И в любой точке можно найти вот эту касательную плоскость. То есть на выходе, во-первых, точка, которая лежит на поверхности, во-вторых, нормаль, это вектор перпендикулярной касательной плоскости в этой точке. Ну и фрейм, это сама будет касательная плоскость. У нас в примере должно в итоге получиться, что наша поверхность будет такой волнистой. Для этого я сейчас сделаю, чтобы поверхность разделилась на много-много таких точек, и каждая точка в случайное направление и на случайное расстояние сместилась. Потом по этим точкам построятся линии кривые, по этим кривым снова построится поверхность. Для того, чтобы разбить поверхность на много точек, есть вот такие вот ноды. Например, вот Divide. Он просто стоит много точек, у каждой точки на входе нормаль, ну и показывает UV координаты каждой точки. Здесь вот на входе по оси U сколько точек, по оси V сколько точек. По умолчанию стоит 10. Если там сделать 100, будет их много. Сейчас здесь 10 тысяч точек. Ну и по этим точкам можно построить кривые. Мы построили кривые и по этим кривым снова восстановить поверхность. Ну только здесь деревья так сделаны, что каждая кривая на отдельной ветви, поэтому здесь надо срубить дерево. Вот она сделала. Вот построилась поверхность, она сейчас точно повторяет предыдущую. Если вот эту скрыть, вот она будет точно повторять. Ну а если вот эти точки сместить каждую случайное направление на случайное расстояние, то эти линии уже будут такие хаотичные, волнистые. И поверхность вот эта новая тоже построится волнистая. Ну это пока уберем. Кроме Divide Surface, есть вот еще такая Surface Frames. Почти то же самое, только на выходе получается плоскости. Ну и тоже их UV координаты. Здесь точка и нормаль получается, а здесь плоскости. У которой UV Frame нам сейчас удобнее она. Сейчас поймете почему. Поставим ее и это уберем. Сейчас у нас тут вот такая солома получилась. Поэтому сделаю поменьше, чтобы были плоскости. Чтобы отображались они поменьше. Вот получается куча таких плоскостей. И в каждой плоскости есть своя система координат. И в этой системе координат можно создать точку. Точку по координатам создавать вот этим нодам. Здесь у этого нода есть система координат для этой точки. Если вот эту плоскость, эти плоскости сюда подключить. Ну и здесь сейчас координаты по умолчанию по нулям стоят. То в центре каждой этой плоскости создается точка. Ну и если здесь будут координаты другие какие-то. Вот например координату Z у каждой точки меняем. И эта точка перемещается по оси Z. По оси Z этих плоскостей, которые лежат на поверхности. Получается эти точки, они как бы отдаляются от поверхности. Ну и оси X, Y тоже самое. Вот по оси X, Y на каждой этой плоскости эти точки перемещаются. И вот если эти координаты X, Y, Z сделать случайными. Получается каждая точка, она сместится в случайное направление, на случайное расстояние. Сейчас надо задать случайные числа. Для этого вот нот рандом. У него на входе сид семя. Ну и про рандом я уже рассказывал в предыдущих уроках. Надо, чтобы для каждой из... Вот здесь у нас 690 плоскостей. Получается должно получиться 690 точек. Каждой, которая будет чуть смещена. И каждое в случайном направлении, на случайное расстояние. И у каждой точки эти направления и расстояния должны быть разные. Поэтому здесь должно быть 690 разных целых чисел, которые вот сюда подключим. То есть сидово должно быть 690 и все разные. Ну как вот... Как получить 690 разных точек, ой, разных чисел? Это вот... Само простое. Это из этих же точек и взять эти числа. Взять их координаты. И эти координаты будут сидами. Какое именно число не важно. Главное, чтобы оно было отличалось от других. А координаты у всех точек отличаются. Поэтому это подходит. Чтобы достать координаты из точки, вот такой нот. Здесь хоть и плоскость, но если ко входу, где требуется точка, подключить плоскость, то берется просто центр этой плоскости. Так что она вот так вот работает. Здесь оставляем систему координат как плоскость мира. И получается координаты у каждой точки здесь, это разные числа. Вот они. Но они сейчас небольшие и дробные. То есть три и потом дробь. А здесь вот на входе должны быть не дробные, а целые. Но подключить можно, будет работать. Только он автоматически округляет их все. То есть они будут там на самом деле три, восемь, одиннадцать, пятнадцать целые числа. И когда вот такие небольшие числа, то большой шанс, что они где-то будут повторяться. Может там у каких-то двух точек будет одинаково там координаты там десять и там десять. Поэтому и случайное число будет тоже одинаковое. Чтобы было точно не одинаково, можно... Какое число, какое большое, нам вообще без разницы. Главное, чтобы они были разные. Поэтому можно сейчас умножить все эти числа, например, на тысячу. И будет уже не три четыреста семьдесят четыре, а три тысячи четыреста семьдесят четыре. Чтобы умножить на тысячу, вот можно быстрый вызов сделать. Пишем умножить звездочку и тысячу. Создается нот умножения. У него сразу на входе А пусто, а на входе Б стоит тысяча уже. Зато на тысячу. Если так подключить... Вот. Все числа... Ну, как бы все точки передвинулись на три знака. И теперь эти числа, они целы. Ну, если их округлить, они уже точно все разные будут. Потому что они большие. Включаем сюда вот так. Ну, еще одна получается штука. Нам здесь надо... На каждой координате отдельное число, случайно. Ну, можно для этого взять просто... Здесь координаты Х, здесь координаты У, как Сид. Ну, и каждое вот так умножать. Получается, приходится вот так вот копировать. Уже громоздко получается. Вот такой громоздкий получается definition. Поэтому лучше вот эти убрать. Здесь подключить напрямую. А умножить на тысячу можно по-другому. То есть на входе в каждый нот можно задать expression. И там нужно написать... Ну, здесь у нас переменная s. Нужно писать s умножить на тысячу. Вот. И теперь он сразу здесь на входе... То, что сюда входит, он сразу нажает на тысячу. И получается более компактный, менее загроможденный definition. Ну, и сюда каждое это число случайно. Вот теперь у нас каждая точка, она как бы случайно смещена. И вот все в разные стороны торчат. По ним я сейчас буду построить кривую. По ней сейчас построить кривую. Она будет... Все волнистая. Это все скроем, чтобы не мешалось. И по этим кривым... А, нет, тут еще не все. На количество вот надо смотреть. Здесь 690 точек. 690 чисел. 690 чисел. А здесь уже 10350 точек. Значит, где-то с деревьями неправильно. Смотрим. Здесь дерево вон какое. А здесь вон какое. Они разные. Ну, а что получается... Здесь на каждой ветве по одному числу. А на этом входе на каждой ветве по 15 плоскостей. Можно, чтобы везде одинаково было, в самом начале пропустить через графт. Почему здесь получается по одному числу? Потому что вот этот нот, он повышает уровень дерева. Здесь вот у него было нормальные ветви по 15. А он здесь на выходе делает каждую на отдельные ветви. Каждый элемент списка на отдельные ветви. Можно, чтобы все совпадало, графт здесь сделать. Теперь будет сразу по 15... А! Сразу вот последняя ветвь, на которой 15 элементов. Она сразу разобьется на отдельные ветви. Каждый элемент будет на отдельные ветви. Теперь здесь смотрим по одной и здесь по одной на каждой ветви. Сейчас здесь не строится кривая, потому что на каждой ветве остается только одна точка. И для того, чтобы построилась кривая, надо верхний уровень ветвей объединить. Вот если на каждой ветви по одной точке, надо их объединить так, чтобы на одной ветви было 15 точек. Для этого есть во вкладке деревья, в группе деревья, такой вот shift pass, такой вот нот. Что он делает? Здесь на входе дерево, а здесь число. Смотрим, что получается. Вон как он изменил дерево. Он... Здесь вон у дерева 5 уровней, а стало 4. Здесь последний уровень нули везде, то есть последний уровень дерева пустой. А здесь вот этот последний уровень убирается. То есть этот нот, он срубает самый высокий уровень ветвей. Был вот такой. То есть последний уровень ветвей был пустой. То есть там неких дополнительных ветвений на этом уровне не происходило. Срубили верхний уровень. Стало так. Так-то устройство дерева не изменилось. Просто верхний уровень срубился. Но один верхний уровень. Чтобы срубилось два верхних уровня. Вот если еще раз так верхний уровень ветвей срубить, то будет уже на каждой ветве по 15 элементов. Чтобы два срубить, здесь вот на входе число надо изменить. Здесь минус один стоит по умолчанию. Ставим минус два. Он уже срубает два верхних уровня. То есть было так. Стало так. Все. Теперь на каждой ветве по 15 точек. Теперь построится линия. Вот все они построились. По этим линиям можно построить поверхность. Не строится опять, потому что сейчас опять на каждой ветве по одной линии. Но здесь уже можно просто флэтом. То есть срубить все дерево. Чтобы все линии были на одном списке. В одном списке. Вот получилось то, что хотели. Ну там, чтобы сделать волны более продолговатые, можно просто изменять количество точек по каждой оси. Если по одной оси сделать очень мало точек, а по другой очень много, то волны будут такими длинными, удлиненными. Ну и еще надо сделать, чтобы можно было регулировать, насколько сильно выдаются волны. Здесь вот у каждого этого рандома. Задать максимальное число. Сейчас они все от 0 до 1 ставят по умолчанию. Давайте поставить сюда слайдер. Можно регулировать волны по каждой оси. Например, вот по оси Z. Увеличиваем. У нас увеличивается высота всех волн. Можно сразу подписать слайдер слайдера. Ну, по X и Y можно вообще по нулям пока поставить. Чтобы волны только вверх-вниз, относительно этой поверхности. Волны чтоб только вверх-вниз изменялись. Вот такая получилась штука. Но можно использовать для других вещей. Например, здесь вот что-то типа павильона такого получилось. Можно сделать просто такую фактурную плоскость. Для этого, чтобы... Ну, сейчас я новые кривые здесь сделаю. команда interp curve, чтобы сплайны рисовать в райна. Надо еще сделать вид в айфрейм, а то у нас линии попадают. Даже вот так. Копируем линию. Чтобы редактировать линию, можно вот так. Edit. Control Points. Control Points On. Ну, или просто F10 и F11. Выделяем. Жмем F10. Появляются точки. Можно линию редактировать в райнах. Ну, пусть будет так. Теперь здесь вот на входе, где кривые, задаем эти кривые. Вот получается так. Ага. Здесь вон что. Они все на одинаковое расстояние сместились. Потому что у всех этих кривых, вон, 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 вон. Вон. У всех точек, одинаковые координаты Z. Поэтому здесь sit тоже у всех получился одинаковый. И волны по этому не получились. Проекта Z у всех по нулям. А чтоб не от координаты Z зависело смещение на Z, надо здесь как-то по-другому сделать. Можно, например, найти просто среднее между тремя координатами, или лучше даже сумму трёх координат. Ну вот, даже если так сейчас сделать. Так, это уже непонятно. Если от координаты x сделать, то нормально. Получаются волны. В общем, надо, чтобы таких вот частных случаев не возникало, надо так сделать. Во вкладке математика есть такой нот «Всё сложить». Складываем три координаты. Теперь уж точно у всех будут разные числа. Ну, тогда умножить на 1000 тоже здесь сделаем. Здесь убираем. А, сейчас умножили на 1000. Потом к каждому сюда. Ну, и теперь другая проблема. То, что у каждой координаты число случайное, оно одинаковое. Потому что сит одинаковый. Ну, то есть здесь увеличить. Остычайся. Чтобы не тормозило, сейчас сделаю здесь поменьше. вот здесь тоже по единице сделать здесь смотрим 0.35, 0.35, 0.35 из-за того, что сиды берем из одного места координаты получаются одинаковые и x, y, z получаются одинаковые это нехорошо, значит все точки смещаются в одном направлении поэтому можно здесь вот expression умножить на 1000 здесь уже не надо потому что мы здесь умножили на 1000 сейчас получается вообще умножается на миллион потому что два раза на 1000 можно здесь сделать здесь вообще убрать expression а здесь, например, минус 1000 а здесь плюс 1000 и числа уже разные теперь здесь 0.57 вон первый здесь 0.15 все эти числа разные то есть нам здесь expression нужен, там можно было хоть что хоть там корень из вещь хоть там прибавить единицу тут хоть что главное, чтобы разные были числа здесь expression нужно просто, чтобы изменить число чтобы все вот эти три случайных числа были разные ну вот получили, что хотели все лишнее можно скрыть это можно удалить теперь можно здесь увеличить количество точек сейчас он подумает здесь можно по нулям так вот когда слишком тяжелый получается тяжелое вычисление чтобы не тормозило можно вот это отключать на время правой кнопки на пустое место лог сервер вот теперь можно изменить параметры но он не будет ничего менять здесь по нулям поставить здесь единицу оставить ну или даже на 5 потом только опять нажать сюда но только потом он будет перестраивать это бывает нужно когда уже definition получается достаточно сложная для компьютера вот такая вот фактура получается со случайными волнами здесь они больно длинные можно здесь сделать 20 теперь волны более паотичные но и и и и